Таши Дилек, с вами Буддистка Кэт. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня у нас 1 сентября 2020 года. Мы находимся в Белоруссии, город Минск. И прежде всего мне хотелось бы вас поздравить с Днём Знаний. Это самый классный день. Всех поздравляю. У кого детишки пошли в школу, ура! Пускай набираются знаний и всего-всего-всего. Короче, пусть всё будет круто. Смотрите, кто у нас тут. Ну, Локи! В общем, я хотела показать, как у нас тут всё получилось. Ну, конечно, не окончательный вариант. Я так и не придумала, как расположить эти подушки. О, ну иди-иди гуляй. Покрасила шкафчик. Ну, стены, конечно, да, не очень смотрятся, как и рама, как и вот эта стена. Ну, это всё, конечно, мы доработаем. Но уже позже, как я говорила в прошлом видео. Повесила вот занавесочки. Их можно расправить. Ну, развязать. И будет на всю вот эту вот. На всю эту площадь. Тумбы пока тоже оставили. Клеить их пока тоже не поняла, чем. Даже этой плёнкой, этой... Пока как-то даже не хочется. Вот такой вот классный ковролинчик. Что тут опять нападало? Прикупила вот 50 рублей. Это всё дело стоило метр сорок на два восемьдесят. Ну, он такой приятный достаточно. Как и по расцветке, так и по ощущениям. И недорогой. Так что да. По сравнению с остальными дорожками, которые там и под сто, и под двести было. В общем, да. Ну, тут ещё вот с этими вот у нас тут раньше вот так вот цветы располагались. Тут тоже надо ещё... И, наверное, я буду докрашивать всё-таки этот шкафчик. Да, у нас цветы поставим туда и сюда. В общем, да. Это как бы ещё один промежуточный вариант. Тут такой у нас промежуточный этап. Как тут всё. Ну, сейчас ещё покажу с этой стороны, как получилось. Ну, вот оно так как бы. Ну, в целом неплохо. В целом мне нравится. Единственное, что вот тут вот это... Такое пространство осталось. Но у меня там был ещё поролончик. Может быть, тоже как небольшой... Что показываю, непонятно. Типа такой вот, как... Ну, спинки облокотушки сделать. Ну, в общем, как-то так. А пока надо идти к папе, я уже собралась. Волосы высохли почти. Попробовала, знаете, что? Купила в аптеке крапиву. Замочила... Замочила. Сделала такой, знаете, настой. Два пакетика вот на 100 мл. И вот этой вот водичкой крапивной решила промыть. В прошлый раз я смывала. Как-то эффекта не заметила. А в этот раз я решила не смывать. Просто ополоснула вот крапивой. Ну, шампунем сначала, а потом крапивой. Вот хочу посмотреть на результат. Зелёные, что ли, волосы стали? Зелёные? Блин, не вижу. Вот дела. Короче, буду с зелёными волосами ходить. Ладно, на самом деле, дело не в том, что они зелёные. Дело в том, что мне уже задолбало, что они жирнятся очень быстро. Прям вот через день, наверное, или что. Но меня это не устраивает. В общем, я решила их как-то переводить в порядок. Мне просто одна зрительница писала, что она чем-то какой-то травкой промывала. Даже, по-моему, без шампуня. Просто как трава вместо шампуня была. И волосы хорошо себя чувствовали. Я просто маслом кокосовым пользовалась. Но оно просто не тот эффект, который мне надо. А, блин, я, кстати, что хотела ещё сказать? Махаю тут, раздолбаем своим. Заработал всё-таки, вы представляете? Оживился. Я его просто поставила на зарядку, но не на обычную зарядку. Я думала, может, не работает. Что-то он вообще не поддавал никаких признаков жизни. А компьютер его подключила. Сегодня смотрю, хобана. Ты, бля, 80% и нормально включился. Сам. Ну, я, честно говоря... Но всё-таки, да. Я выводы сделала. Что всё-таки надо сделать резервную копию на компьютер. Хоть чего. Хоть фотографии там, что мне нужно. Просто я почему не делаю копии переписок? Потому что оно же место занимает на телефоне. У меня вообще уже места тут нету. Вообще. Ну, менять надо. Просто, да, я не знаю пока на что. Говорю, хотела собирать на айфон. Ну, с хорошей камерой, чтобы можно было нормально снимать. Какие-то фото, там, видео, сторис в инстаграм. Ну, сейчас мне вообще снимать не хочется. Вот на этот телефон, если честно. Снимаю через силу. Ну, или что-то вот на камеру, да. Выкладываю в инстаграм. Просто хочется, чтобы красиво было. Чтобы и мне, и людям нравилось. Вот. А, ну... Ну, вот с этим вот, да. Бывает у нас некоторые, да. Несогласованности. Ну, так что, да. Пока буду думать, но... Пока буду думать. Чего да как. Прикупать. У меня же ещё одна новость. На этом новости не заканчиваются. Почему я говорю, в планы пока не входила покупка телефона. Потому что... Та-да-дам. Я собралась идти учиться на права. Автомобильные. Я не знаю, что за то выйдет. Но, в общем, мы решили на нашем маленьком семейном совете, что мне права нужны. И да, и пойду. Сначала категория B, потом A. Я думала, можно как-то вместе, но там только переквалификация на категорию A. То есть, сначала ты получаешь B, потом, типа, дополнительно на A. Ну, как я поняла. Вот. А мне на A как бы больше надо, если вдруг что. По Азии гонять-то. Ну, там надо международные, конечно. Ну, вообще, ха-ха, но будет. Не помешает. Правильно? Правильно. Вот. Если что понадобится. Машину пока, конечно, нет в планах покупать, но, на самом деле, вот сейчас же можно в аренду брать спокойно. Взял и поехал. Так что да. Ну, короче, это будет тот еще цирк, мне кажется. Это обучение на права. Как я там. Не расплываюсь. Проверяю, проверяю. Ммм, волосье, волосье. Приходите в себя, волосье. Вот. Ну, я чё? Я просто, знаете что? Я раньше вся такой вот считала какой-то... Как это сказать? Рассеянный с улицы бассейна. Думала, не для меня это вообще все. Ну, как-то вот страшно было. А вот я сейчас на скотере покаталась. Ну, как-то страх вот этот свой проработала. И я поняла, что, ну, можно. Всему можно научиться. Страх можно преодолеть. И да, и все будет хорошо. Просто надо, ну, концентрацию. Хоп, включил и поехал. И будет счастье, и будет все замечательно. Так что да, деньги сейчас пойдут вот на обучение. А это 540 рублей, я не знаю, с бензином или без. Может без. Ну вот. Ну, можно оплачивать там что-то по частям. Это радует. Так что, я не знаю, сколько это в российских рублях. 540 рублей. Ну, раньше бы это было примерно 200, 270 долларов. Сейчас меньше. Может где-то 250 примерно. Сейчас же доллар вырос у нас. Поэтому раньше 2 рубля с чем-то там с копейками стоило. Сейчас уже больше. Ну, короче, так, новостями поделилась. Иду к папулечке. Папулечка меня уже ждет. Говорит, приходи скорее, а то я тут был бы чем. Ну, я на самом деле ждала, пока волосы высохнут. Ну, и вам показать надо было. Наши порядочки. Мне все, в принципе, пока нравится. Ну, конечно, да. Конечно, можно и лучше. Никто же не спорит, что можно лучше. Что все равно она как бы стремно. Ну, лучше, чем было. По крайней мере, да. Ну, вот это я еще уберу, понятное дело. Ой, да. Так что вот. Такие дела. Все, идем. Идем к папулечке. Так, чай. Встретите. Папа наварил компот из наших слив. Здравствуйте. Удачных. И мне презентовал. Сладкий будет компот. Что? Сладкий будет компот. Ну, я даю сахара, ложку сахара на пол-литра компота. Я думаю, что он будет сладкий. Ага. Хорошо. Дело в том, что я такой кулинар. Папа кулинар. Так, сейчас чай буду с медом попивать. А папа мне тут про медицину рассказывал. Папа может... Папа может... Крышка-то отскочила. Папа может рассказать про все, что угодно. Ой. Принесла. Папуле котлеты сейчас горит по полу. Шутник, папуле. А это... Я хотела показать, какие папа мне осветители подарил. Вот этот второй, правда, тут лампа немного вышла из строя. Но папа нашел, где можно заказать. Нет, это светодиодные делают. Да сейчас чё только не делают. Ну, как бы... Как бы это тоже ничего. Такой он интересный. Вот так вот открывается. Но лампы еще продают. Да, лампы продают, что удивительно. В интернете. Сюда вот ставится лампа. 13 рублей. Я не знаю, сколько это на российские. 13,50. Да, 13,50. И еще палка была. Как селфи-палка прям. И она еще на штативчик, на треножки ставится. Какой год? 89. Год моего рождения. Обалдеть. Вот это я понимаю. Хорошо сохранились лампы. Ой, ты расфокусировалась. Ну как котлетка? Как говорил Геонид Ильич, открывая Олимпийские игры, несмотря на Олимпийские кольца, он сказал О-о-о! Поэтому... Поэтому я думаю, пока тут что? Лучше не скажешь. Ха-ха-ха! Пока открывал полетененовый мешок, чуть не захлебнулся собственной слюной. Ха-ха-ха! Прекрасно! Скажи... Одна мама пекла, да. Нет. Очень вкусная. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Съел бы все так, а то и все в кадрах не уезжало. Ха-ха-ха! Если я... Ха-ха-ха! Буду много есть, и так я уже располнял, как великий поросюх. Ха-ха! Ха-ха-ха! Да ладно! Вот что? Папа мне говорит, я вспоминаю. Я так оп-хоп за камеру записываю. Хорошо в деревне летом. Да, хорошо. Вспоминаю послевоенную трудную жизнь. Трудную, да, тяжелую. Все упиралось в деньги. Когда денег нет, то и в деревне, и в городе, и где угодно. Хоть в океане все равно плохо. А так, когда деньги есть, то да, никаких проблем нигде не возникает. Вот и все. Что я могу сказать по этому поводу? Всюду деньги, господа. А без денег жизнь неплохая. Не годится никуда. Так что вот, как у одного миллионера спросили, зачем ему столько много денег. Он, мне кажется, гениально ответил. Мне нужно много денег, чтобы о них не думать. И они всегда есть. Ну вот, Кать, такие вот дела. Что тебе еще интересного рассказать? Не знаю. Ну, пока выключай, а там не буду думать. Хорошо. Кажется, я умру за горячие котлеты. Папа в восторге от котлеток. Да, подогреть надо было. Не надо. Не надо. В желудке подогреться. Наоборот, надо есть в холодном виде. Особенно летом. Животные же едят все в холодном виде. Ну, взять и его, как и от здоровенных. или тихо. Никакой полная антисанитария. Никакие болезни к ним не цепляются. А мы подул, чуть ветер уже мы шипаем. Ну, что поделать? Надо закаляться, как сталь. Ну, вот, что я хотел сказать. Ну, расскажи, как ты закалялся. Закалялся. Я после войны в тяжелое время закалялся вынужденно, потому что не было одежды. нечего было одеть, если одни резиновые сапоги были на всю семью. А я, десятилетний пацан, конечно, такие сапоги носить не мог. Вот и ходил босый от мух до мух. То есть от снега до снега. Вот когда выпадал снег, уже приходилось искать какую-то обувь. Но должен сказать, что лаптей не носили. Это в какие годы? Ну, 50-е? Это послевоенные, сразу послевоенные годы. Лапти носили некоторые. Примерно до 1948 года. Ну, это-то где? Это юг Беларуси, получается? Это юг Беларуси, да. Юго-запад. Еще носили? Ум, обалдеть, до 1948 лапти. А потом что начали носить? Ну, потом уже, это первые три года послевоенных, тяжких, страшно тяжких послевоенных годов. Голод был, это ужас, что творилось. Даже не первые, первые, пожалуй, десять. Первые десять послевоенных лет. Это было очень тяжелое время, очень. Люди брались за любую работу, почти даром, почти даром работали. Ну, я вот пас табун корову. И за одну корову я зарабатывал за все лето с мая по октябрь. Пуд, зерна, 16 килограммов ржи. Можете себе представить. Ты? Это мизер, ну, сам понимаешь. Сколько тебе лет был? Папа 44-го получается, говорит? Ну, мне было 10 лет, когда мне мама табун 15 голов заняла. И я пас 10-летний 2 года, 54-й, 55-й год. А в 56-м моя сестра Татьяна отбила меня от этого пастушечного дела и сказала маме, что она будет платить и пусть она корову пасут и вот и сказала, что мне надо учиться, а не заниматься глупостями. И я уже в 5-й класс пошел и уже я больше не пас. Потом уже проблема прошла и пастухи после 56-го года уже никто не захотел пасти коров и начали пасти коров по очереди. То есть табун собирали там и пасли там 15-20 голов и пасли по очереди. Но если очередь подошла, а человек не может пасти, значит уже платили деньги. Платили за день столько, сколько я получал за весь год. Вот можете представить, как резко изменилась жизнь. как резко изменились условия этой жизни. Понимаешь, в чем дело? Если я это все буду рассказывать, многие могут не понять, что я что-то глуху, что-то я не то рассказываю, но это я все пережил на собственной шкуре, потому что рано мы остались без отца, шесть детей у матери, мало-мало меньше, старшему брату 15 лет, а мне три года, когда умер отец. Надо было выживать в этом колхозе, в колхозе ничего не платили, и как жить? Вот поэтому не ели, деревню живая, не ели, ни яиц, ни куриного мяса, там все петухи шли, ни масла не ели, все это шло на продажу по дешевке, чтобы какие-то деньги заработать, потому что, допустим, яйцо стоило 40 копеек, а телогрейка, а это была самая основная одежда после войны стоила 7 рублей. Вот можешь себе представить, сколько яиц надо было продать, чтобы купить телогрейку обычную, стеганую. Я уже не помню, сколько эти резиновые сапоги стоили. Одно яйцо 40 копеек или десяток копеек? что? Один десяток 40 копеек или одно яйцо? Одна штука. Но это же те деньги были. А так везли в Брест, продавали там по 40 копеек, покупали у соседей. Везли в Брест, продавали уже там по 70 копеек. Ну сколько, ну человек сколько, 500 штук мог везти. Ну это он зарабатывал 15 рублей. Так это же надо было, а на билет рубль 25 туда-обратно 2,50 откинь. Там же что-то надо было купить, покушать, за место на базаре заплатить. Получалось там 10 рублей, а сколько было мук и страданий, чтобы зарабатывать. еще что-то сказала там за спекуляцию чего-то кого-то там. А, это при Сталине, ой, я не знаю, что это у Сталина хвалят и в прямом, и прямо, и так сказать, намеками. Это был страшный тиран. Я скажу почему. Ну деревня, ну создали колхозы, денег не платят ничего, ни трудодни. И ввел Сталин денежный налог. А потом эти госзаймы были люди платить. Где деньги взять? Насильно эти облигации. И все эти облигации пропали. Никто не вернул эти деньги. Так и пропали. Поэтому я не знаю, что там я хотел рассказать. Про тети нашу. С яйцами. мою, ну это называлось при Сталине спекуляция. Занятие какой-то малмальской. Сейчас у нас бизнес. Теперь это называется бизнес. Где-то купил, перепродал. Ну так это при Сталине они бы все сидели. При Сталине минимальный срок был 10 лет. 5 лет это редко получал. А кто-то там выкнул что-нибудь выкнул мой другой родственник. Одна родственница получила 10 лет за якобы спекуляцию. а второй родственник я не знаю что он там взял. Я другой такой страны не знаю где так больно дышит человек. Взял пропел одну букву заменил. 25 лет получил. Не знаю уже какого там строгого или не очень строгого режима. Ну умер Сталин их всех выпустили. Ну понимаешь это травма была для людей. Психологическая травма. Ну они же эти бедные эти он же толкал на это якобы преступление. Ну если денег нет то где их взять? Разбоем что-ли заниматься? Или ну а чем торговать было? Крестьянину чем? Петухов не не будет же понимаешь с тысячу петухов. Где же их прокормить? Кормить же было нечем. Мама выкормила на диете сидел этот бедный кабан. Ел только картошку и сорняки. И все. Муки там уже потом муку подсыпали. Порощенку чтобы он ел. и там еще комбикорм. А в эти послевоенные 15 лет этого ничего не было. Может быть кто-то и жил неплохо. Особенно эти красные помещики то они неплохо жили. И это ближайшее окружение к ним. А простые крестьяне колхозники влачили жалкое рабское состояние. Я даже думаю что рабы в древнем Риме жили гораздо лучше чем мы в послевоенное время. Особенно первые 15 лет. Ну результатом этого всего явилось то что через буквально в течение 15 лет вся деревня опустела. Вся молодежь уехала куда глаза глядят. В городах там где хоть малую зарплату платят. Представляешь? Там где можно хоть какие-то деньги иметь хоть как-то прожить. Знаешь какая была минимальная зарплата сразу после войны? Ты не поверишь. Ну примерно по нынешнему курсу 30 рублей человек получал в месяц. 30 рублей. Да ты чего? Ты можешь себе представить? 15 долларов. Даже чуть меньше. 13. Вот такая была зарплата. ёшки. После войны. Сразу после войны. В первые годы. войны. Я не знаю. Моя сестра Татьяна закончила педагогическое училище в 1956 году у неё уже зарплата была 60 рублей. А по тем временам это были очень даже хорошие ледения. Очень хорошие деньги по тем временам. Потому что продукты питания стоили очень дешево. Мясо стоило 2 рубля. Сало там вообще рублей 50. это я точно помню. Вот. Молоко 15 копеек. Хлеб батон 15 копеек. То есть продукты питания. Должен сказать что вот похвалить наше родное советское правительство. Я имею ввиду те времена послевоенные что продукты питания были относительно дешевые. То есть люди не голодали. Купить уже промышленные товары это было очень сложно. Они стоили во много раз дороже чем еда. А автомобиль купить это вообще из области фантастики. То есть человек был сыт. И я считаю что это было очень умное и правильное решение. потому что главное человека накормить. А будет у него автомобиль москвич или победа. Это некоторые имели. ну допустим там люди какие-то подвиги совершили или где-то на крайнем севере работали. они получали хорошие деньги. Допустим я получал 100 рублей а лесорубы в коме СССР ездили они получали в месяц 700 рублей. Хороший зарплат. Даже и больше чем 700. есть но они уже трудились там знаешь от темна до темна тяжелый труд в лесу а коми морозы ого до 50 доходят такой европы самый холодный холодный вот этот район это район коми коми СССР да и там есть это где это рядом с Сибирью где не это не европейская часть ну если взять Москву то примерно в Сибири тоже холодно немножко на северо запад Архангельск там недалеко Коклас Архангельск я помню где Архангельск на берегу Белого моря там устьевики какая-то там западная Двина что ли по-моему да а это туда в сторону Урала от севера холодный вот ездили на лесоразработки после войны на зиму мужики ну в колхозе работы зимой нет они ездили на лесоразработки это самое Карелию в Коми это тоже на севере? да Карелия ну от если взять Питер то на север от Питера Питера там же Карелия начинается вот Карелия интересно надо изучать мне географию России да надо изучать конечно как-то из географии России было знакомо где там что моим любимым предметом география да я еще в детстве знал столицу всех государств мира класс уже в седьмом классе ну сейчас я конечно этим не увлекаюсь но тем не менее географию и географические карты я знаю довольно хорошо довольно хорошо у нас давно спасибо за рассказ Пополь мы уже так столько с тобой наговорили ну что можно сказать рассказ это это можно сказать воспоминания ну да ну это интересно о трудной послеволенной жизни моего поколения и старших и старшего поколения тяжелой трудной и бесконечно беспросветной но должен сказать одно что путь к высшему образованию советская власть открыла полностью при польской власти мы бы остались все крестьянами зачуханными и ничего бы не имели а вот советская власть дала возможности мы получили все высшие образования а это я тебе скажу много значит все вот шесть человек мы три инженера строителя так один врач хирург один учитель и и один радиоинженер татьяна учитель татьяна учитель инженер мария врач иван и григорий инженер строитель и мы я думаю что потрудились своей жизни на славу здорово на славу мы отдали это бы горжусь по политику я тобой горжусь и мамой горжусь ты мне ты у меня такой замечательный своему отечеству в своей стране в своей стране не записала вчера прощание поэтому записываю сегодня ой сори что-то запершила резко да кстати я хотела сказать что мне нравится как мои волосы чувствуют себя после крапивы единственное что немножко они какие-то подсушенные что-ли но это лучше чем жирные может если их крапива будет подсушивать то ну как бы придут в себя да и все будет окей может быть конечно это из-за кожи головы или че ну в общем экспериментируем эксперименты я люблю поэтому да смотрим как оно тут будет складываться и так я с вами прощаюсь дорогие зрители шли вам лучики добра и любви пусть у вас все складывается гармонично и и прекрасно спасибо прекрасно спасибо чудесно я вас всех очень-очень люблю благодарю всего вам самого светлого и доброго до новых встреч пока-пока пока-пока пока-пока